Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня мы поговорим об очень важной теме. Как же найти себя? Мы сегодня с вами в такой домашней обстановке. Опять что-то я чувствую, я начинаю говорить каким-то таким, знаете, как стихи читать. Когда до этого были видео другие, где моя подружка была, все было намного веселее. Так что готовьтесь, тема будет очень серьезная. Я когда одна, я очень серьезная. Итак, что-то я решила поговорить об этой теме, потому что частенько встречаю, что люди не нашли себя и переживают по этому поводу в своей жизни. Что могу сказать я? Найти себя в жизни на самом деле это очень одна из, наверное, важных самых задач в нашей жизни. И очень много знаю людей, и вообще думаю, что это, в общем-то, так происходит, что очень много людей не находят себя ни в 25, ни в 30, ни в 40, ни в 50, ни в 60 лет и умирают. Так и не найдя себя в этой жизни. Поэтому во всем, в принципе, я считаю, что дело взгляда. Это в первую очередь. Конечно, видео создано для тех, наверное, кто хочет найти себя. И, наверное, еще потому, что многие переживают по этому поводу. Что они не нашли себя, что они неприкаянные в этой жизни, не знают, куда себя деть и как дальше жить. То есть они ненужные, неважные и вообще как бы не пришей рукав. Давайте начнем с того, все-таки, как найти себя. Я лично по своему опыту могу сказать, что я конкретно, вот так, чтобы сказать, да, есть ли у меня свое какое-то такое дело или еще что-то, что я вот прям нашла себя, я не могу сказать. Но я могу сказать, что я периодически нахожу себя. То есть я не постоянная, и я постоянно что-то, ну, как бы, постоянно что-то найду в этой жизни. Меня это увлекает, затягивает, очень интересно. И мне кажется, я нашла себя, вот оно, оно, но потом что-то случается, и я думаю, нет, это не мое. И начинаю продолжать дальше поиски. И вы знаете, раньше я очень переживала по этому поводу, что вот, как же найти себя. Я тратила на это много времени, у меня были депрессии, апатии по поводу этого, что я не могу найти себя, и что же это вообще может быть, и как вообще жить без того, что ты нашла себя. Самое главное во всем этом, я поняла, что нужно искать. Главное искать, не останавливаться, нужно пробовать. На самом деле вы можете найти себя в совершенно неожидаемых для вас местах. То есть начинайте, попробуйте рисовать. Вы когда-нибудь пробовали рисовать? Попробуйте попеть, учиться петь. По своему опыту скажу, и то, что говорят преподаватели, например, петь может каждый. В общем, я считаю, что каждый человек может все. Главное упорный труд, желание, и все будет. Можно стать суперпевцом, супертанцором. Да, господи, люди без рук, без ног такие вещи делают, что извините. Главное понимать, делаете ли вы все еще или нет. Потому что есть люди ленивые, которые я не могу найти себя, но ничего совершенно для этого не делают. Итак, первое, что я могу сказать, это ищите себя. Рисуйте, танцуйте, пойте, помогайте людям. Может быть, каким-то бизнесом попробуйте заняться. Одним, вторым, третьим не получается. Не останавливайтесь. Главное, делайте, ищите, ищите. Мир настолько велик, настолько много всего в этом мире, что перепробовав даже... Ну, то есть человек даже не может перепробовать все за всю жизнь, что есть. Он, в принципе, может искать и так себя и не найти. И второе, это взгляд. Взгляд на то, что нашли вы себя или не нашли. Зачастую сам процесс поиска себя и есть, в принципе, одна из важных вещей. Это хорошо, когда человек нашел себя, наслаждается в этой жизни, ему все супер и хорошо. Но поиск этого самого себя, это тоже немаловажный процесс и достаточно интересный. Узнавать о себе что-то, ваше, не ваше, по какой причине вы от чего-то отказываетесь, по какой причине вам что-то нравится, а что-то не нравится. Этот анализ, он очень интересный, и он тоже имеет смысл. Поэтому вопрос взгляда. Если вы так еще и не нашли себя в этой жизни, не расстраивайтесь. Продолжайте искать, расслабьтесь. Может быть, у вас тоже, так же, как и у меня, будет все мимолетно. Вы нашли себя, расстроились, нет, оказывается, не мое. Опять что-то пошли искать, опять что-то интересное, увлеклись на какое-то время, опять, может быть, не ваше. То есть, это могут быть качели такие. Я почему об этом говорю? Потому что я, в принципе, трудности не испытываю с тем, что нашла я себя или нет. Я стараюсь жить одним днем и ближайшими планами на будущее, и не переживаю по тому поводу, что будет со мной когда-то, когда-то. Я наслаждаюсь сегодняшним днем. Сегодня, например, совсем недавно я занялась этим блогерством, и мне это очень нравится. И мне кажется, это мое, я наслаждаюсь. Но вполне возможно, что через какое-то время мне это надоест, и меня переключат на что-то другое. Я абсолютно не расстроюсь, потому что это время, проведенное с Ютубом, например, и с видеосъемками, я буду вспоминать, как прекрасные дни, мимолетное нахождение себя. И пойдем дальше. Вот так во всей жизни. Первое. Ищите и не останавливайтесь. И второе. Не расстраивайтесь. В процессе тоже очень много плюсов и наслаждений. Просто научитесь наслаждаться. Не все одинаковые. Кто-то нашел себя, кто-то ищет себя. Все мы индивидуальности, всем должны быть счастливы. И уметь любить то, что мы имеем на сегодняшний момент. Но не останавливаться, оно достигнуто. Надеюсь, мои советы вам помогли, и вы найдете себя, чего я вам очень желаю. Но если вы еще не нашли себя, я хочу, чтобы вы тоже наслаждались, наслаждались своей жизнью. Ни в коем случае не депрессовали, не расстраивайтесь по этому поводу. Я желаю вам, чтобы все у вас было хорошо. И если вы не нашли себя, то любили то, что имеете, и наслаждались процессом поиска. С вами была Селена Свой. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»